Доброго времени суток! Перед вами красивые ягодки, красненькие и сосуд с маслом. Итак, вы наверное догадаетесь, это масло косточек малины. И, представляете, даже масло косточек малины можно изготовить и самим, но это сложный процесс. И так все по порядку. Значит, масло семян малины свойство пользы и вред. Масло семян малины содержит очень полезно для косметологии, это очень полезно, богато витаминами и жирными кислотами. Минеральным большим составом обладает витаминами, минеральным большим. Много витамина. Ну, как в любом... В общем, что масло, что малина. То есть масло это концентрат, то есть он может применяться и наружно, естественно, а и составы практически одинаковые. Витамина в малине вы знаете очень много. Данное масло сочетает легкость и питание для нашей кожи поддает очень... Особенно в жаркое время года. Это растительное масло очень хорошо для лечения кожных заболеваний. Применять его нужно. Летом оно очень полезно. Применять его нужно, вот когда загар идет, после загара. Ну, в общем, в косметологических целях широко применяется. И я вам попозже сейчас это все расскажу. Историю я вам не буду говорить, потому что все, естественно, про малины все знают. Чего и как и так далее. Значит так, состав... Состав, значит, состав малины принадлежит с ценным антиоксидантным свойствам. Такими жирами она обладает. Ой, извините, кислотами. Омега-6 и омега-3. Представляете? Это как в рыбе жире и так далее. Более половины состава масла приходится на линолевую кислоту и половину на альфа-линолевую кислоту. Представляете? Какое полезное масло. И также тут содержится и пальмитовое, и стеариновое. То есть в этом масле вот такой вот состав. Представляете, как это полезно для нашей кожи. Но уникум данного масла, то есть уникальность данного масла делает не жирный кислот, не жирный эти кислотный состав, а витамины и минеральные, минеральные и активные фитокомпоненты. Такие, значит, фитокомпоненты, значит, витамин Е, Е, ПП, В2, В1, С и А. Представляете? Также много меди, калия и железа. То есть комплекс, просто комплексный витаминный набор в малине. То есть это относится и к умолению. Вот сейчас вот эти вот витамины, которые я перечислила. А в масле, естественно, еще вот такие вот, более такие вот витамины, вот как я перечисляла, омега-3, омега-6. То есть усиливает воздействие, вот что делают эти витамины? Они усиливают воздействие кетонов, кумаринов и фолиевой кислоты на наш организм и, естественно, на нашу кожу. Малиновое масло из семян косточек, это, значит, я вам просто расскажу вкратце, что это добывается очень трудоемко. Добывается, короче, даже можно самим в домашних условиях, если вам вы заинтересуете, зайдите в интернет и посмотрите, когда вы варите малину, ее можно сделать, процедите, там масса этих косточек, потом, значит, там, ну, там трудоемкие, там две недели нужно ждать и так далее, там, ну, в общем, если вы захотите, вы для себя можете сделать, зайдите, посмотрите, вы знаете, как оно приготовляется. Также этим маслом можно делать и всевозможные, ну, обертывания для кожи. Считается очень оценку, его очень оценивают в этом плане очень хорошо. Но, естественно, индивидуальная непереносимость, естественно, должна присутствовать, то есть, вред, то есть, какой может быть вред, это вы должны, опять же, проверить на аллергическую реакцию и так далее, вот, поведение на коже. Вы должны все это проверить. Это масло, как ни, никакое другое, оно моментально впитывает в себя и никаких не оставляет жирных вот этих вот пленочек, понимаете? Никаких пленочек не оставляет. Так что она очень хорошо увлажняет кожу, делает ее мягкой, эластичной, оказывает быстрый разглаживающий эффект. Ну, и, естественно, лечебные свойства. Вот какие же лечебные свойства она обладает? Ну, как и любое масло, она снимает, ну, не масло, а как малина, она снимает, ну, то есть, по температуре, температура, воспалительных процессов, также позволяет использовать это масло для улучшения, значит, работы сердечно-сосудистой системы, так же, как и малина сама, для укрепления иммунитета, когда вы заболеваете. Так же, вот таким вот образом это масло применяется, ой, малина сама и масло тоже самое, позволяет вот такой эффект этого растительного масла. Масло справляется так же на коже с экземой, с дерматитом, с ариазом, с сыпьем, покраснением, раздражением, с ссадинами, там, кожными проблемами всевозможными. Ну, в общем, для кожи это просто кладезь, у кого проблемные всякие кожи, и не только проблемные, у кого за 21 уже эластичность теряется, и все остальное оказывает восстанавливающий, успокаивающий, активный, регенерирующий эффект. То есть, клетки, на фоне клеток идет обновление кожи, представляете, вот это немаловажно. Так же, вот такие вот, там, значит, помогает вот эти вот, все это делать, это жирные кислоты. То есть, оно еще обладает, значит, регенерирующим, противовоспалительным действием. Ну, я считаю, оно в сочетании с другими маслами, послушайте, авокадо, мшеница, виноградных косточек, вот это комбинация ансамбля можно составить. Ну, и можно много-много говорить, тут, значит, уход за волосами, за ногтями, смесь каких масел можно смешать, и то же самое придаст вам пользу и для волос, и для ногтей. Это немаловажно, у кого проблемы с ногтями и с волосами, вот смешиваясь с другими маслами, 50 на 50. Ну, в общем, тут все, вот, малиновое масло используется для, можно использовать, его, вот пишут, значит, масло делать его, смешивать, то есть, основа должна быть какое-то растительное масло, например, или оливковое, или подсолнечное, и плюс, вот, композиция других масел, плюс малиновое масло. Ну, и вовнутрь можно применять по десертной ложке для профилактики сосудов, сердечных заболеваний, но опять консультируйте с доктором. Все это перебор, тоже. Вот я до этого вам говорила, что очень хорошо помогает для, кто, оно очень хорошо защищает солнце защитными средствами вода, понимаете? И вот вы можете добавить свои крема, а в губные помады, вот, когда вот на море бываете, то там от соленой воды, вот, и вот масло, вот это хорошо помогает. Можете добавить, и будет все прекрасно. Сейчас самый сезон о малины, друзья, поэтому собирайте. У кого малины много, вы даже сами, сами можете изготовить. Только, естественно, она будет, срок хранения будет, ну, кто хочет повозиться, срок хранения будет не очень таким долгим, но вы можете сами приготовить на основе оливковой или подсолнечного масла. Ну, вы посмотрите, тут очень хороший рецепт, я уже посмотрела. Можно изготовить, там, две недели ждешь. Ну, я считаю, что можно изготовить, у кого очень много малины. Готовится она просто, просто нужно какие-то периоды ждать. Так что, спасибо за внимание, друзья, наслаждайтесь дарами природы, изготавливайте сами. Если у вас есть желание, в следующем блоге мы тоже будем говорить о маслах. Сейчас идут огурцы, о масле огуречном, ну, и так далее. Даже есть помидорное масло, то есть из косточек помидор. Поэтому, друзья, не забываем о нашей природе экологически чистым. Если у вас есть участки, и там все экологически чисто. Я думаю, что на вашем участке будет так. Так что, спасибо, друзья, за внимание. Пока-пока, до новых встреч. Здоровья вам, друзья, и еще раз здоровья. Берегите себя, я донесла до вас информацию. А это в ваших интересах нужна она вам, нет ли это масла и так далее. Все, спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok